приветствую вас уважаемые друзья и гости моего канала хочу поделиться с вами одним очень вкусным интересным рецептом картофельного рулета на пару это блюдо я первый раз попробовал в узбекистане когда был в ташкенте и она мне очень понравилось данное блюдо в узбекистане называют ханум но это не чисто узбекское блюдо это блюдо можно отнести к азиатской кухне потому что у него есть разные названия у рама у рома ханум в разных странах его называют по-разному но принципе суть одинаково блюдо очень сытное вкусное калорийное и в приготовлении не очень сложное для приготовления рулета мне понадобится для начинки я буду использовать фарш возьму килограмм фарша крупно помолотого 3 средних луковицы мелко нарубленных и 3 средних картофелины порубленных мелкой соломкой а для приготовления теста мне понадобится два больших стакана муки кружка холодной воды одно яйцо и чайная ложка соли из приправ для начинки буду использовать черный перец и заранее насушенный базилик в начинку добавляю столовую ложку соли добавляю базилик перетираю листья руками и я люблю чтобы было базилика очень много и также решил добавить немного молотой зиры зиры немного так чтобы присутствовал вкус и добавим побольше молотого перца хорошо все перемешиваем руками хорошо перемешав фарш убираем его на полчаса в сторону чтобы он хорошо пропитался вкусом приправ соли перца и начинаем делать тесто тесто я друзья буду вымешивать в хлебопечке такой вот тестомесилки но можно вымешивать тесто без проблем и руками тесто надо делать так как мы делаем его на пельмени или на манты то есть очень хорошо вымесить то время друзья когда мешаем тесто не забывайте подсыпать муки и тесто вот должно если делать в хлебопечке должно получиться в виде шара и этот шар не должен прилипать к рукам но при этом мягкость тесто должна быть такая как примерно мочка ухо идите спокойно делаю шарик он не разваливается не растекается и не липнет рукам теперь убираю это тесто на полчасика в холодильник чтоб она отдохнула после этого приступим делать рулеты после того как тесто отдохнуло достали его с холодильника и примерно поделим на три одинаковых части тесто должно хорошо резаться после того как поделили тесто убираем лишние кусочки и начинаем раскатывать хороший большой но при этом тонкий пласт после того как раскатали большой лист теста на него быстренько выкладываем начинку и стараемся ее распределить равномерно заранее ставим в пароварку воду чтобы она закипела и когда мы приготовим наши рулеты чтобы их сразу же поставить на пар после того как распределили начинку берем и аккуратненько заворачиваем наш лист в рулет аккуратно равномерно если тесто сделано хорошо но нигде у вас не прорвется теперь залепливаем хорошенько наши края надо вот так вот их немножко скатать и выкладываем заранее подготовленный противень для пароварки смазанный маслом ну и точно так же делаем еще два рулетика прошло ровно 45 минут 45 минут мы держали рулеты на пару и теперь они полностью готовы и вот так вот как вы видите красиво получились теперь разрезаем порционно ножичком и смотрим как получился наш рулет все приготовилось все отлично тесто крепенькая запах просто супер данное блюдо можно кушать с различного вида соусами саджикой со сметаной и чесноком короче что вашей душе угодно с тем можете есть данное блюдо на этом друзья буду видео заканчивать надеюсь вы повторите мой рецепт и вам это блюдо очень понравится всех благ вам вашим близким оставайтесь на канале до новых встреч